Приветствую всех заглянувших на мой канал. Снег сошел, немножко земля оттаяла и самое время провести некоторые работы по спасению, реанимации гейхер после зимовки. Наверное, мало найдется таких растений, которые могут похвастаться таким разнообразием окраски, цветовой гаммы. Чего тут только нету. И желтые, и оранжевые, и красные, и фиолетовые, и бордовые, коричневые тона, почти черные. Радуют они своей разноцветной листвой круглый сезон. Даже в теплые зимы получается так, что когда нет снега, мы можем любоваться их листвой. Все бы хорошо, но очень часто зимовка для многих гейхер является таким своеобразным испытанием. И поэтому весной, как только сошел снег и начинается копаться земля, надо провести мероприятия с тем, чтобы что-то спасти, что-то, скажем так, подправить жизненные силы, ну а что-то придется и заменить. Вся проблема гейхер в том, что у них физиологически так устроено, что образуется со временем, вот если тут видно, наверное, все знают, такие вот одовесневающие рожки, выпирающие. Вот по типу, как у кустов клубники. И с каждым годом, получается, вот верхняя часть как бы нарастает все выше и выше, а низ он одовесневает и выпирает. И поэтому как минимум раз в 2-3 года обязательно гейхеры надо, ну если не омолаживать путем деления, то хотя бы просто вот весь вот этот вот куст выкопать. И можно садить его прямо сюда же, на это же самое место, но только сильно заглубить, оставив только вот эти вот макушечки. То есть вся вот эта вот одовесневевшая часть, она должна уйти в землю. Если этого не сделать, то, к сожалению, вероятность того, что следующую зиму она не переживет, это процентов 95, я так считаю. Если молодые посаженные сорта, вот в прошлом году я садила black pearl, черная жемчужина, вот оно, как говорится, выперло даже сантиметра, может быть, полтора. Здесь можно не заглублять, а здесь можно просто подокучить, то есть подсыпать у основания торфа там или земли, перегноя, с тем, чтобы опять же уровень почвы был вот где-то, ну на почти чуть-чуть ниже вот этой вот точки роста. И такую операцию надо обязательно проводить каждый год. Ну сейчас я вот обрезала листья, конечно, вид совершенно другой. Летом я вот постараюсь снять, показать какое-то буйство красок и размер листья. Вот тот же самый сорт, очень люблю его South Comfort. Листва вообще громадные, больше ладошки. То есть это вот молоденькие, маленькие листочки. Как я уже говорила, цветовая гамма совершенно разная. Но и надо учитывать то, что и у гейхер, и у теорел, и у гейхерел зимняя окраска листьев может кардинально, именно кардинально отличаться от летней. То есть то, что вот сейчас мы видим, вот это вот кимоно, вы видите, какого практически красного цвета листва. А зимой она будет чисто зеленого с прожилками. Поэтому весной очень сложно определить сорта. И если они не подписаны, может быть всевозможная путаница. Интересный момент, то, что среди родичей гейхер есть две группы еще таких интересных растений с разнообразной листвой. Это теорелы и гейхерелы. Гейхерелы – это уже получается как бы гибрид между теорелой и гейхерой. Я их вот как-то больше люблю в том плане, что они более такие беспроблемные, я бы сказала, и легче зимуют. Почему это так? Сейчас я вам покажу. Ну, вот классический сорт гейхерелы – браслантерс. Очень красивая листва. Сейчас, ну, конечно, это не показатель. Летом она будет такого бронзового, оранжевого, даже золотистым каким-то отливом. Они быстро нарастают, куст, в отличие от гейхер. Это раз. И самое важное, у них нет вот этой вот выраженной, одревесневеющей части побега, которая выпирает наружу. То есть куст нарастает по периметру. И, в общем-то, особых каких-то проблем и в зимовке, и в размножении не происходит, в отличие от гейхер. Ну, а это вот для примера кустик теорелы. Теорелы, они, как правило, листва в зеленых тонах, в основном, ну, с очень резными листочками. Видите, у них там вот бывают разные формы. Вот эти вот пятна центральные тоже будет интересная окраска листвы, более проявится она, конечно, летом. Но теорелы, чем они хороши? Они очень пышно и очень нежно цветут. Основная масса гейхер цветет, я бы сказала так, простенько, за редким исключением. Поэтому даже во время цветения у них удаляют цветоносые, дабы, так скажем, не портили они всю картину. А вот для теорел именно их фишкой является очень пышное цветение. Ну, и вот очень интересный представитель теорелы, мистик-мист. Еще раз вот хочу обратить ваше внимание на как кардинально меняется окраска зимняя. Здесь мы видим такую, да, красноватую. А летом это будет, ну, такого мраморно-белого цвета листва. То есть сорт очень узнаваемый, легко отличимый от других сортов. Ну, и опять же, вот вы видите, нету этого выпирания, нету образования вот этих вот жестких побегов, которые со временем могут привести, скажем так, к гибели растений, если не заняться их заглублением. Ну, к сожалению, без выпадов не обошлось. Вот, вы видите, тут практически сухой. Хотя, вот, если присмотреться, какие-то зачатки есть. Ну, вот такие вот кустики, которые попадаются с минимальным, скажем так, признаками жизни, я их выкапываю, делю и пытаюсь, во всяком случае, черенковать на отдельной грядке. И иногда это, в общем-то, вот эти вот рожочки, они укореняются, и потом можно их унести обратно на постоянное место. Итак, весной, помимо того, что надо обязательно заглубить, как я уже сказала, гихиры в основном, подкормить азотными удобрениями, ну, и потом все лето уже радоваться их красивой пышной листве. Ну, а что касается теорел и гихирела, то еще и оригинальным цветением.